Всем здарова, друзья! Меня зовут Скрэйч, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. И сегодня со мной, Лоня. Всем привет! И это новая серия летсплея. Погнали! Короче, ребят, сегодня мы установили просто офигительный мод. Но лайк сначала прожмите, если хотите новую серию ван блока. И, конечно же, конечно же, подпишитесь на канал. И также поставьте лайк, если бы вы хотели себе какую-нибудь суперспособность. И напишите в комментариях, какую суперспособность вы бы хотели. Вот, Лонь, какую суперспособность хочешь ты? Я бы хотела быть флешем, чтобы быстро перемещаться по миру. Хм, а я бы хотел, наверное, останавливать время. Мне кажется, это покруче. Вот, знаешь, опаздываешь там на учебу, так бац, остановил время. Перебежал, пролетел и все. И также, ребят, с Лони мы сегодня засняли серию ван блока. Но выйдет она только завтра. И то при условии, если вы собираете 5000 лайков. Давайте, ребят, поднажмите. В общем-то, ребят, сегодня мы установили просто офигительный мод, который позволяет есть вещи, но не простые вещи, а есть драгоценности. И как только мы будем есть драгоценности, мы будем получать различные суперспособности. Но перед тем, как есть руды там и всякие алмазики, я предлагаю сделать фрагменты Мортума и засунуть их в стол трансмутации. Это я хочу сделать для того, чтобы создать кирку Мортума. Я надеюсь, нам вот это вот количество хватит. Делаем ба-бац. И у нас получается три куска Мортума, да, Лони? Да, Скрэйч. Кстати, не забываем активировать питомцев иллюмината. Вау! Мне выпала броня из Бедрока, которая крафтится реально из Бедрока. Что? И у нее, кстати, даже нет ЕМЦ, потому что Бедрок никак не достать. И да, ребят, для того, чтобы нам начать есть руды и различные вещи, нам необходимо кое-что сделать. Вы спросите, Скрэйч, а что? Нужно, короче, взять золотой блок и звезду из Незера. И уже после этого, только после этого мы сможем съесть руды. Наперед этим, конечно, зачаруем немножечко наш новый меч. И я очень сильно надеюсь на добычу, прям очень сильно. Давай, меч. Раз, два, три. Прочность три. Ну, серьезно? Короче, ребят, берем, конечно же, звездочку из Незера. И теперь нам понадобится золото. Но, я не помню, у нас есть золото. Надеюсь, что есть в столе трансмутации. Да. Создаем золотой блок и получаем вот эти вот две вещички, из которых мы можем сделать Лерасиум Наггет. Прямо сейчас я его размножу в столе трансмутации, чтобы Лоня тоже могла кушать руды. Держи. И да, ребят, кстати, совсем скоро начинаются стримы на моем канале. Так что обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Ну и добавляйтесь ко мне в друзья вконтакте. Так, все. Ссылочка в описании. Давай, Лоня. Раз, два, три. Начинаем. Нифига себе. Ты видела, мол, не ударили? Слушай, я надеюсь, у нас сейчас ничего не загорится. Я надену на всякий случай грылышки, но вроде бы все спокойно. Но молния, ребят, такая отменная была, я вам скажу. Скретч, посмотри в верхний левый угол, там ты увидишь что-то очень странное. Да, я вижу, но перед этим мне нужно выколоть инъекцию. И пока что на время перестать быть супергероем, потому что, ну по сути, я им заново стану. Только уже металлическим, магическим супергероем. Не знаю, что из этого выйдет. Смотри, Лоня, теперь нам нужно создать специальную перчатку. Делается она вот таким вот образом. При помощи трех железных слитков, точнее шести, и трех кусочков золота. Крафт довольно-таки простой. И при помощи этого мы сможем потреблять руды. Господи, это что-то очень странное. Так, все, сдаем вот эту вот штучку, и у нее всего две тысячи емцей. И прямо сейчас мы ее... Что там взорвалось, Лоня, я не по... Я сейчас как выйду. Я сейчас выйду, Лоня, я сейчас посмотрим, что там взорвалось. Так, а где ты? Угу. Ага. Что взорв... О, скрыть быстрее, тут исцепи, тут самая, которая взрывается. Не бей, не бей. Нужно улетать, быстрее, быстрее улетаем. Так, ба-бам, в полете убиваем эту фигню. Я отвожу эту штуку подальше. Ага, я думаю, а кто меня иссушает? Это вот эта вот говнюшка. Фу, блин, как она меня бесит, она взрывается, кстати. Так, нужно посмотреть, что там в деревне наших умных жителей. Посмотрим. Так, кроватки не заняты. Здесь тоже, блин. Ребят, вот напишите, пожалуйста, в комментариях, почему не хотят никто жить в нашей деревне. Деревня функционирует, потому что горит вот эта вот штучка, так что все должно работать. Так, Лонь, держи, хенд гриндер. Эта штука нам нужна для того, чтобы поедать труды. Но мы же не будем есть труды просто вот как мука. Нам нужно сделать коктейль из руд. И делается он при помощи алкомантик вилл. Для этого нужны полублоки какие-нибудь абсолютно любые и три стекла. В принципе, это не проблема. Берем стеклышко и нужны нам какие-нибудь полублоки. Лоня, сделаем из булыжника, наверное, да? Да, кстати, я заметила то, что эти хенд гриндеры выглядят как какие-то челюсти. Кстати, вот эти полублоки, это булыжниковая плита, это не подходит. А, я понял, нужно что-то деревянное. Тогда сделаем сейчас деревянный полублок. Бам-бам-бам, выкладываем крафт и создаем три аломантик вела вот этого. Аломантик, да. И прям сейчас так же их в стол трансмутации зафигачим, чтобы это не потерялись. Так, Лоня, иди сюда. Держи тебе пару штучек. Ух, кстати. В общем-то, Лоня, теперь нам нужно сделать специальную пыль. Вот такая вот айрон флейкс при помощи железного слитка и вот этого хенд гриндера мы получаем айрон флейксы. Не знаю, что будет из них, так же давай заходи домой. Прямо сейчас я сделаю нам парочку штук. Так, смотри, Лоня, я заметил, что у меня в инвентаре, как только я зашел на сервер, появился пьютюр флейкс. У тебя появилось что-нибудь такое вот похожее, такая странная штука? Нет. Теперь я должен вот эту вот штуку, опа-на, что это было? Короче, Лоня, смотри, если я навожу на какой-то блок, что это открывается странное. Так, окей, мне нужно теперь засунуть вот эту вот штуку в этот флакончик. И у нас теперь пьютер. И теперь я могу это выпить, но я этого пока что не буду делать, потому что я хочу еще железочка немножечко пожрать. В этой штучке так засовываем это сюда и получаем железо. И мы можем его добавить только один раз, окей. Кстати, интересно, а мы можем клонировать уже с Айроном и с пьютером этим? Ладно, короче, Лоня, смотри, вот тебе железный кусочек. Также, Лоня, мы можем поедать абсолютно разные руды, допустим, лид, айнган. И каждая руда будет нам давать... Блин, надо было клонировать их, конечно, линдовой. Ой-ой-ой, чуть не выпил. Хотя, в принципе, я могу и сейчас выпить, почему бы и нет. И все, у меня немножечко прокачались способности. В общем-то, ребят, посмотрите, у меня уже появилось две каких-то способности. Вот я активирую способность Айрон, и теперь я вижу все, что состоит из железы. Капец. То есть, я вижу, что вон там вот внизу есть дофигища железной руды. То есть, я найти ее смогу вообще без проблем. То есть, Лоня, смотри, если мы прямо сейчас будем копать вниз... Офигеть, как это круто выглядит. Ладно. Так, давайте на время это выключим и включим другую. И включаем пьютер. Пьютер дает мне прыгучесть и скорость. И на самом деле, это мне очень полезно, потому что... У меня все-таки костюм железного голема, который меня немножечко замедляет. Но, ребят, суперспособностей, как вы понимаете, дофигища. Вот, посмотрите. Сталь, олова, тут цинк, брас, копер, бронз, короче, дофига всего. И у всего этого будут крутые способности. Кстати, ребят, хватит спрашивать, где Элвин. В позапрошлой серии я вам все рассказал, так что можете посмотреть. Так, в общем-то, ребят, теперь нам нужна сталь. Делается она при помощи стальной пыли, которая делается из угольной пыли. И айрон пыли, которая делается при помощи хаммера, окей. В принципе, это несложно, хаммеры у нас есть, так что погнали создавать. И мы получим какую-то секретную новую способность. И этих способностей реально дофига. Создаем угольную пыль, засовываем ее вот сюда и забираем, к примеру, стак. Теперь нам понадобится обычное железо, так что это тоже не проблема. И уже при помощи этих двух вещей мы можем создать сталь. Крафтится она тоже довольно-таки просто. Ба-бам! И у нас получается порошок из стали, который мы должны переплавить. Так, берем сталь, которую мы получили отсюда и соединяем ее с вот этими клешнями. И получаем стил флейк, который засовываем обратно в стол трансмутации. Достаем стек. Так, Лань, держи одну мне, одну тебе, короче. А вот это вот куда-нибудь надо сложить. И теперь мы можем объединить вот этот стил флейк с этой штукой. Ииии, момент истины, выпиваем. Короче, ребят, вот этот вот стил показывает все полезные ресурсы, которые находятся рядом. А Айрон показывает только железо. Но, ребят, дальше будет интереснее. Нужен нам Тин. Тин, в принципе, у нас где-то был по-любому. А, кстати, у нас сталь была, мы могли ее не создавать, окей. Ну вот, у нас есть пыль Тина, которую мы можем переплавить и получить олово. И как раз-таки это мы сейчас и сделаем для того, чтобы получить новую способность. Так, ребят, там Тин уже переплавился. Так что при помощи вот этой перчаточки мы его обрабатываем. И засовываем, конечно же, в наш бутылек. И сейчас посмотрим. Ага, выпил. Теперь заходим в эту менюшечку и... Ага, как-то немножечко стало все по-другому выглядеть. Да, ребята, как вы понимаете, этот эффект дает ночное зрение. Бесконечное ночное зрение. Ага, секретная лаборатория. Так, смотри, Лонь, короче, олово дает нам ночное зрение. И, по-моему, это тоже безумно круто. Да, это очень круто, особенно когда ты в шахту пойдешь. Да, слушайте, ребят, теперь нам не нужны факела и вообще ничего не нужно. Потому что этот эффект реально бесконечный. Господи, вы кто такие? Так, ребят, ну смотрите, активируем стил и он показывает нам кучу-кучу полос. Допустим, он показывает скретч. Там что-то наверху интересненькое. И вот здесь у нас, как вы видите, железо. На самом деле, это очень удобно. Копаем вниз. Господи, ребят, это так странно выглядит. Такое чувство, что я играю с какими-то читами. Но я с читами никогда не играл и не буду играть. Ааа, что? Лоня, проблема. Это моя кирка волшебная, которая супербыстрая поломалась. Прикинь, а я даже не... А я копаю такой, думаю, блин, крутая кирка. А она такая бабацый расфигачилась. Но слушай, ну сделаем еще одну потом. Но ночное зрение я оставлю себе навсегда, потому что это очень круто. Теперь, Лоня, мне понадобится бронза. Точнее не бронза, а копер. Я не помню, как переводится, но копер у нас тоже есть. Что безумно круто. И теперь нам нужно просто его переплавить, пока здесь угольный блок наш не сгорел. Кстати, ребята, а что насчет перчатки Таноса? Вроде мы ее планировали сделать, надо бы ее сделать. Но для этого нужно установить кое-какой мод. И этим, я думаю, мы займемся в следующей серии, если вы, конечно, этого захотите. И сейчас посмотрим, какой эффект будет давать нам копер. Мне на самом деле безумно интересно. Так, Лонь, слушай, давайте ободроковую броню. Только не потеряй ее, пожалуйста, она очень ценная. Постараюсь. Ну, зная тебя, конечно, ты можешь там потерять все, да ну ладно. Так, берем копер и объединяем его с флакончиком. И держи тебе тоже копер, и я начинаю выпивать. А в этот раз флакончик испарился, понятно, спасибо. Так, смотрите, вот эта штука медь, она позволяет видеть алламансии других игроков. Вот, допустим, я сейчас должен видеть алламансию Лони, но из-за того, что у нее тоже медь, она у нее скрыта, да? Да, вроде так. Слушай, Лоня, я тут понял, только что я открыл эту штуку, и у меня копер пропал. А ну, деактивируй его у себя, я попробую еще раз вот эту вот пыль пережарить и посмотреть, буду ли я видеть твои алламансии или нет. Слушайте, ребят, если бы у нас играло много игроков, и мы бы видели способности всех игроков, это было бы очень круто. Кстати, Лонь, также нам понадобится брас, то есть жидкая латунь. Так, а где взять латуни, интересно? Так, короче, смотри, из расплавленного золота в тинкер констракте мы можем сделать латунь. Но нужна отливка слитка, можешь, пожалуйста, этим заняться? Какой-нибудь слиток отлить там, для того, чтобы сделать формочку. А я пока что займусь вот этим вот копером. Да, Скретч, прямо сейчас все сделаю. Спасибо, прямо сейчас будем тогда создавать вот эту вот пыль непонятную. И посмотрим, что дает брас. На самом деле, я знаю, что он дает, ребят. Теперь, когда мы будем активировать брас, все мобы, абсолютно все мобы, которые злые, становятся добрыми. И, по-моему, это безумно крутая суперспособность, которая нам очень сильно поможет. Активируем брас, и теперь... Так, зомби-крестьянин. Все, ребят, вы видите? Он остановился. Ты будешь меня бить? Нет, ребят, смотрите, он меня не бьет. Он проходит мимо. То есть, при помощи этого эффекта я сделал всех мобов пассивными. И если мы будем сражаться с каким-нибудь боссом, допустим, из Дивайн РПГ, это безумно сильно упростит нам задачу. И мы реально сможем победить непобедимых на раз-два. Мне очень нравится этот мод. Да, мне тоже очень сильно нравится этот мод. Реально очень круто. Но, Лоня, ты же понимаешь, что это еще не все. И здесь есть еще безумно много разных вещей. Допустим, мы можем бронзокоперцинк. Вот цинк, мне нравится цинк. Делается он при помощи руды цинка. Так что отправляемся в шахту. Раз, два, три. Так, короче, ребят, мы с Лоней в шахте. И смотрите, активируем тин. Ба-бам. И теперь мы все видим просто прекрасно. Но при этом, если вы посмотрите в левый верхний угол, вы увидите, что он сгорает. Короче, ребята, вот как раз-таки цинк, который нам нужен. Добываем его. Вот, кстати, я вижу какую-то музыку. Это что-то очень... Что? Ты видишь музыку? Я понял, ребята. Это как раз-таки медь вот эту вот фигню добавляет. То есть, у меня волны идут к Лоней. И она показывает вот эту вот штуку ближайшего игрока, у которого есть суперспособности при помощи музыки. Офигеть! Так, ребят, ну что ж, мы дома переплавляем цинк. И теперь мы получим какую-то невероятную способность. На самом деле, не знаю. Но из-за этого вдвойне интересней. Так, ребят, короче, я сейчас, пока плавился, цинк погуглил. Что делает он? Я просто офигел. Для эксперимента нам понадобится любой моб. И сейчас ты просто офигеешь от того, что произойдет. Так, Лонь, ты видишь эту курицу? Смотри. Берем-бам-бам-бам-бам. Я активировал цинк. И теперь эта курица меня бьет. А этот цинк делает мобов мирных агрессивными. Вот реально, ребят, теперь все мирные мобы в Майнкрафте агрессивные. По-моему, крутая суперспособность. Ее можно на самом деле использовать по назначению. Допустим, я говорю, Лоня, сходи на нашу ферму мирных мобов. И незаметно активируй цинк. И все мобы поблизости становятся злыми. И все начинают убивать, Лонь. По-моему, офигенная суперспособность. Как ты считаешь, Лонь? Мне тоже так кажется. Так, кстати, у нас тут хоперборд. А я про него... Господи, красота-то какая. Главное не разбиться. Так, аккуратненько приземляемся. Слазим. И погнали изучать этот мод дальше. Давай посмотрим, что нам осталось сделать. То есть бронза и пьютер. Так, что такое пьютер? Мне интересно. Лидфлейкс, тинфлейкс. Создается очень просто. Так что, ребят, раз, два, три. В общем-то, ребят, прошло немножечко времени. И у меня появилось два пьютер вот этой штуки. Одну я скидываю, Лонь, и одну засовываю в стол трансмутации для того, чтобы... А, у нее нету трансмутации. Это я понял, окей. Так что, добавляем ее теперь в скляночку, которая лежит в этом столике. И уже сможем смотреть, что дает эта штука. Короче, Лонь, я так что понял, что я вот этот пьютер уже активировал. Он дает прыгучесть и скорость. Так что, смысл того, что я его сделал, нету. И осталось единственное, что мы не проверили. А именно, бронза. Но бронза у нас где-то должна быть. И прямо сейчас мы ее перерабатываем при помощи вот этих клешней. И получаем бронз флейкс. А пару штучек закидываем в стол трансмутации. Одну штучку скидываем тебе. И одну я объединяю со своим вот этим напеточком, так сказать. И, бабам, я выпил. И теперь что-то будет происходить. Я нажал бронз. Короче, ребят, это Майнкрафт вылетел. Ну, это нормально, да. Короче, ребят, не понял. Что-то бронза быканула. И непонятно, какую суперспособность она мне дала. И знаете что? На самом деле, мне безумно нравятся вот практически все способности. Особенно способность, которая позволяет находить руды. Это на самом деле очень прикольно. Это, можно сказать, легальный иксрей такой. Так, смотрите, ребят. Корова идет. Вроде обычная корова, но... А ну, корова. Она сейчас будет на меня нападать. А ну. Интересно, сколько она хп сносит? Так, ботиночки снимаю. Сносит она по одному сердечку. По полтора. Вон там внизу можно было увидеть. Слушай, коров. Ну ты сильная, сильная. Я понял. Но, а суперспособность, которая делает злых мобов мирными. Это вообще очень круто. Вот смотрите. Бьем. Ой-ой-ой-ой. Ребят, это я сделал зря. Посмотрите. На меня сейчас вот эти все полярные волки бегут. И я по-быстренькому активирую, по-моему, брас. И все. Так, брас же, да? Нет, не брас. Это что-то не то. Так, и все. По идее, он должен стать мирным. Ты же стал мирным. А что ты меня жрешь? Я не понял. Эээ, сейчас сожрет. Ребят, я забыл, какая способность за что отвечает. И также, ребят, сегодня я хочу создать еще портал в новый мир. В принципе, создать портал, это реально минута одна. Вот у нас есть фрагменты Мортума. И нам их сейчас понадобится очень много. Берем фрагменты Мортума. И мы тратим офигеть, как много ЕМЦ. Надо бы будет его подкопить как-нибудь. И берем еще один стак этих фрагментов. И ба-бам, создаем еще 7 блоков. И теперь, Лонь, погнали строить портал. Посмотрим, как он будет выглядеть. Кстати, здесь мой Рексик сидит. Ладно, Лонь, давай еще по-быстреньком его построим при помощи блоков Мортума. Так, выкапываем и создаем портал. И активируем его сумеречными... О, смотри, Лонь, его уже сумеречными часами нельзя активировать, походу. Ладно, ребята, а с этим мы разберемся в следующей серии. Обязательно подписывайтесь на наш Слонь канал и все ссылочки в описании. Ну а с вами были Скрэч и Лоня. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.